В 1876 году в селе Вяйки-Маария, нынешняя Эстония, родился будущий всемирно известный атлет Георг Лурих. Предки его отличались долгожительством, крепким здоровьем и огромной физической силой. Но маленький Георг рос болезненным и хилым, тяжело перенес воспаление легких и словно в противовес этому природа наделила его исключительной силой воли, ясным разумом и мужским характером. По состоянию здоровья он был освобожден от уроков гимнастики. Все изменилось в 12 лет, когда он увидел выступление немецких атлетов на гастролях в Ревеле. С этого момента он самостоятельно и кардинально изменил свою жизнь. Он начал настойчиво и систематически тренироваться, сначала с камнями, потом с гантелями, гирями, штангой. Он бегал, плавал, прыгал, катался на коньках и велосипеде. И уже в 15 лет Лурих на спор двумя руками синхронно выжал гантели весом около 800 грамм 4000 раз. К 17 годам он уже начал ставить рекорды. Одной рукой 20 раз толкнул гирю весом 65 килограмм и одним пальцем оторвал от земли связку гирь, весящую 10 пудов, держа при этом в вытянутой левой руке груз около 40 килограмм. О нем заговорила эстонская пресса. После окончания училища Георг идет против воли отца, желавшего направить сына по коммерческой линии. Он выбирает спорт и уезжает в Санкт-Петербург Владиславу Францевичу Краевскому, наставнику Поддубного, Геккеншмитта и других известных атлетов и борцов. Отец русской тяжелой атлетики доктор Краевский быстро рассмотрел в Лурихе самородок. Молодой атлет со своими уникальными показателями сразу стал в один ряд с самыми известными силачами. На первых своих соревнованиях поднятия тяжести он побил несколько мировых рекордов, а на борцовском ковре ему не нашлось равных. В 21 год Георг побеждает знатного борца самого Владислава Пытлясинского и завоевывает звание первый борец России. В работе с тяжестями одним из коронных цирковых номеров у Луриха было жонглирование кирями с закрытыми глазами. Многим скептикам даже не удавалось оторвать эти тяжелые снаряды от земли. В 1901 году Георг на соревнованиях в Гамбурге становится чемпионом мира по французской борьбе и в следующем году в Риге подтверждает этот титул. Став заслуженно знаменитым, молодой атлет разъезжает по разным странам, давая представления и выступая на соревнованиях. Публика полюбила его и всегда встречала восторженно. Не останавливаясь и не купаясь в лучах славы, Георг Лурих искренне отдавался любимому делу с большим успехом. К 1910 году он установил 20 мировых рекордов, связанных с поднятием тяжести. Вот некоторые номера из его цирковой программы. Стоя на Борцовском мосту, он держал на себе четырех мужчин и одновременно с этим в руках штангу 112 килограмм. Одной рукой он поднимал пять человек. На заплечьях поднимал коня со всадником. Удерживал на плечах своеобразный помост, на котором находились 10 играющих музыкантов. Выжимал правой рукой 96 килограммов, а двумя руками мог выжать 85-килограммовый вес 24 раза подряд. Во время гастролей по Азии он поразил публику невиданным трюком. Сжал пальцы в замок, к рукам привязали двух верблюдов, тянущих в разные стороны. Верблюды проиграли. При этом Лурих не поражал зрителей своими габаритами. При росте 176 сантиметров его вес не превышал 90 килограммов. Масса многих соперников в борьбе была больше на несколько десятков килограммов. После победы в Гамбурге на турнире по борьбе в 1912 году атлет плывет в США, участвуя там в соревнованиях и цирковых выступлениях. Осваивает технику вольной борьбы и сначала проигрывает великому американскому борцу и чемпиону мира Фрэнку Готчу, а после его побеждает в Гаване. На гастролях в Америке с ним был еще один великий борец, его земляк и ученик, непобедимый Алекс Аберг. Спортивный гений Луриха реализовался во многих видах спорта. Кроме тяжелой атлетики и борьбы, он прекрасно себя проявил в гимнастике, беге, прыжках, езде на велосипеде, катании на коньках, плавании. Лурих был неутовимым экспериментатором, практиком и исследователем. Он тщательно изучал работу своего тела, его возможности и подходы к тренировкам. Постоянно совершенствовал собственную систему занятий. Он добился идеального владения своими мускулами, мог управлять одной мышцей или отдельной группой, что приводило в изумление публику и других спортсменов. Некоторые проигрыши в борьбе случались исключительно из-за его экспериментов с новыми приемами или комбинациями действий. Но кроме спорта, эстонский атлет был очень разносторонней и глубокой, уникальной личностью. Очень начитан и эрудирован, разговаривал на шести языках, знал музыку, виртуозно играл на фортепиано и гармонике. Обладал великолепным чувством юмора. Был отличным шахматистом и играл в шахматы с величайшими мастерами этой игры, среди которых Ласкер, Чегорин и Тараш. Писал статьи и рассказы о спорте и здоровом образе жизни. Собирал эстонский фольклор. До сих пор в эстонском литературном музее хранится более 800 страниц с текстами народных песен, собранных Лурихом. В роли тренера знаменитый чемпион воспитал много выдающихся атлетов и борцов. Среди них Кристоф Вейланд Шульц и Алекс Аберг. Его спортивная фигура в то время была эталоном мужской красоты и считалась красивейшей в мире. Поэтому его просили позировать многие известные скульпторы, такие как Роден, Бегас, Хтоппе, Адамсон. Но и это не все. Георг Лурих был ярым пропагандистом физической культуры и спорта. Он искренне и вдохновенно призывал заниматься спортом, развивать свое тело. Лурих желал видеть людей здоровыми, сильными и гармоничными, и много для этого делал. Свои идеи и видения он публиковал в спортивных изданиях, давал интервью. Великий спортсмен по собственной инициативе часто выступал с лекциями перед обычными людьми о важности физической культуры, гигиены тела и здорового образа жизни. Выступления всегда имели аншлаг, залы были переполнены. Свои теоретические лекции он завершал убедительными демонстрациями своих силовых трюков. Спортивный медалист и тут был на высоте. Он проявил себя прекрасным оратором и вдохновителем. Из длительного турне великий чемпион возвращается в Россию в 1917 году вместе с Алексом Абергом. Выступления в петербургском цирке Ченезелли не приносили достойного заработка, и оба друга двинулись с выступлениями на юг, Северный Кавказ и Украину. В Армавире оба атлета заразились сыпным тифом, который там тогда свирепствовал, и не смогли справиться с коварной болезнью. Георг Лурих скончался в рассвете сил. В возрасте 43 лет, 22 января 1920 года. Похоронили их в родном селе Вяйке-Мааре. Георг, его соратники и другие атлеты того времени открыли новую веху в истории спорта. Они явили спорт всему обществу в лучшем его виде. Они сделали его частью мировой культуры и задали научный подход в этой сфере жизни. Георг Лурих отдал всю свою жизнь спорту, атлетике, борьбе. Сделав из спорта искусство, используя творческие и научные подходы, он тренировался и побеждал не только ради себя и своей страны, а во благо всего человечества.